Девочка-пай Боевский Георгий Артурович родился в 21-м году. В 40-м окончил Серпуховскую военную авиационную школу, работал летчиком-инструктором. С апреля 43-го на фронте участвовал в Курской битве и битве за Днепр. Войну закончил в Чехословакии, герой Советского Союза. Георгий Артурович, вот стать летчиком, это с детства была мечта такая? Да, конечно. Ну, получилось так, что в детстве я только кончил первый класс. Мой отец был командирован в Германию, в Берлину. Он был сотрудником нашего советского посольства. С ним поехала вся семья, мать, младший брат и я. Мы жили в Берлине около аэродрома Темпельхофф. Дружились с немецкими ребятами, гонялись с ними на велосипедах, играли в футбол. Ну, тем, которым было уже 14-15 лет, они были больше нас в то время, в первые годы. Кончали планерные школы, в общем, течились тем, что они уже летчики. Обсуждали все. Когда же там, это было при нас, к власти пришел Битлер, большинство наших друзей куда-то исчезло. Вскоре командировка отца закончилась, и в начале 34-го года мы уехали в Советский Союз. Не знал я тогда, что через несколько лет мы могли встретиться с теми же нашими бывшими друзьями, но уже в воздушных боях здесь, у нас, над нашей страной. А в аэроклуб когда поступили? Я поступил 7-го мая 40-го года, а в начале ноября того же года, вместо обычных двух-трех лет обучения, я стал младшим лейтенантом. Наш выпуск был последний, командирский, когда выпустили таких еще лейтенантов, младших лейтенантов. А следующие товарищи, которые шли за нами, стали уже сержантами. Нас окончило около ста человек. Но приказом я оказался назначенным инструктором в этой же школе. Когда началась война, что это был за день 22 июня? Чем он запомнился? В 12 часов дня 22-го числа июня выступает Вячеслав Михайлович Молотов и говорит о том, что началась война. Первое, что мы сделали в первый же день, все инструктора написали рапорта о том, что наше место на фронте. Но мы получили через пару дней официальный ответ со ссылкой на верховного командующего Иосифа Сталина о том, что инструкторов летчиков из школ летных не брать, а усилить подготовку летчиков. Так нужно к сегодняшему для ведения боевых действий. И работа в школе затянулась для нас в начале 43-го года. Два первых летчика из нашей Вязниковской школы, из Серпхова были передислоцированы в Вязники под Горьким, были направлены на стажировку на фронт. Одним из этих двух оказался я. И попали во вторую эскадрилью, которую командовал капитан Лавейкин Иван Павлович. Так вот, третий вылет, это вылет, получился таким. Мы с Быковским дежурили на аэродроме в самолетах, в кабинах, ждем, может быть появится ракета. Да, действительно, вдруг, мы уж просидели больше часа в кабине, вдруг, ракета, вторая, взлетать. А уже на аэродром немецкие самолеты. На небольшой высоте немецкие самолеты. Поздно. Женя взлетает тут же, я за ним. После взлета, оказавшись в гуще самолетов, я потерял свою ведущую. Все ведут огонь, трассы, я тоже стреляю. Я расстрелял весь свой боекомплект. И, понимая, что я уже ничего не сделаю, они уже стали отходить обратно, к себе пошли. Возвращаясь на землю, сажусь, первые слова окнушают. Самолет Байковский сбит. На аэродроме видели, как его самолет... Все это над аэродромом проходило-то в основном. С надсадным таким ревом двигателя вертикально вниз на краю аэродрома вошло в землю. И когда туда подбежали, были только пузыри, которые шли снизу. Самолет при нас так достать и не смогли. 7 мая ведет шестерку нашу, Ловейкин. Там такой район Привольное. Вот там наши войска. Надо их прикрыть. Придя туда, видим, там вроде истребителей нет, но вот рама. Я ее видел, думаю, рама. Это факелуль 189, корректировщик, разведчик. Я вырываюсь и начинаю его атаковать. Подхожу ближе, еще ближе. Кажется, сейчас уже воткнусь с него. Открываю огонь, вижу попадание. И вдруг крик. Уходи, тебя атакуют. Смотрю. Но чувствую, что действительно, наверное, уже трасса. От этого, от Мистера Шмидта. У меня энергичный маневр такой, значит, вышел. Промелькнул у меня какой-то красноносый немец. Повторную атаку он не стал делать. Ушел. А тут появились еще пара мистеров. Еще. Откуда так быстро они набирали сюда, нарастали эти силы? Очень быстро. Это была, безусловно, сильная их сторона. Уже десяток другой самолетов немецких. Я атакую следующего, значит, немецкого самолета. Тоже вижу вроде попадания. Потом атакую шестерку. И вот этих самых. Юнкерс 88, бомбардировщики. Тут плотным строем таким. Подхожу эти, стреляют очень сильно. Все время какие-то команды и какие-то Ловейкина, значит, который говорит о том, что кто-то тебя атакует. Не только меня, там других. Такой-то паре. Отойти в сторону, значит, связать боем тех-то и прочее. То есть управляет, чувствуется. Ну, бой прошел. Это был тяжелый бой. Возвращаемся домой. Без потерь. Через некоторое время нам говорят. Сбито истребителей 4 и 1 фокиволь 189. Это после того, когда там проверяли. После того, как получили подтверждение сухопутчиков. Мы потерь не имели. Вот это многие отмечают, что в воздушных боях самое главное это все видеть, да? Конечно. Осмотрительность прежде всего. Первый вывод, который... Я вот считаю так, что не только каждый... Я тщательно готовился к этой стажировке. У меня были специальные блокноты, книжки. Сейчас некоторые сохранились. Где я писал все новое, что можно было узнать о немецкой тактике. Все это там было записано. Вот. Ну и потом... Пятого июля. Какой-то такой гул такой непонятный. Потом вроде гулы с такими разрывами. Взлетевшие самолеты говорят. Там все горит. Мы же не знали, что это начиная с Курской битвы. И в течение первых четырех дней ни одна из сторон каких-либо успехов, так сказать, однозначных, не получила. В воздухе сотни, сотни самолетов. И немецких, но, наверное, не меньше и наших. В боевом донесении полка было сказано, что в этот день наш полк совершил 96 самолетов вылетов. В пяти групповых воздушных боях было сбито 17 самолетов противника и пять подбито. Это своеобразный рекорд был у нас. Один из этих вылетов, первый вылет, о нем я и расскажу. Идет вся наша большая группа. Внизу ударная группа, которая наносит главный удар по противнику. А выше истребительная группа, которая связывает боем истребителей и противника. При подходе к линии фронта, это около переправ в районе Изюма, нас очень торопит наземная станция. Это из пункта наведения, который находится среди наших сухопутных войск. Уже ведут там бои. Подходит очередная большая группа немецких самолетов. Потом нам сказали, что их там было около 120 бомбардировщиков Хенкель-111 и Ю-88. И примерно 40 истребителей. Мессершмитт-109 и Фокке-Вульф-190. Атакую ведущего первой пятерки. Атака в наборе высоты почти с передней полусферы. Скорость небольшая, потому что набор высоты. Условия не очень благоприятны. Тем не менее, первая атака по ведущему удачна. Попадание по кабине, попадание по правому мотору. Самолет начинает заваливаться в крен. Через некоторое время, но это уже потом сказали, появляется несколько парахутистов. Самолет с курса сбит. А это главная задача. Исключить возможность прицельного бомбометания по цели. И последующие тоже за ним начинают таскать свой строй. Рассыпается строй у них. Завязываются тяжелые бои. Первая атака. Ну, энергичный маневр, такой типа полубочки. Он проскакивает вверх. Но его ведомый оказался, так сказать, перед моим самолетом. Он просто переворачивает машину на спину. И со спины дает очередь. Я чувствую, как самолет весь мой задрожал. Что-то горячее окатило меня с головы. Я ничего не вижу, но даю полный газ. Ручку от себя. Снижение. Раскакиваю через этот строй бомбардировщиков. Еще ниже строй других бомбардировщиков. Ю-87. Это одномоторные самолеты. И со страхом провожу рукой по глазам. Ожидаю увидеть кровь. Но крови нет. Черное масло перебит. Масло-система. Масло-бак. На большой скорости пробиваю, выхожу на бреющий полет. Винт в этом случае без масла становится на большой шаг. Вететь почти невозможно. Но все-таки около аэродрома приземляюсь. Заруливаю. Вскоре подбегает техник. Помогает мне вылезти из самолета. У меня нога ранена сильно. И говорит, смотри, командир, энергично делает раз, другой такие движения размашистой ручкой управления. И она остается у него в руке. Это снаряд самолета немецкого, который пробил этот бак, а он одновременно зацепил и мою ногу. А другой, как потом выяснилось, разорвался в моем парашюте. Так что прыгать было нельзя, конечно. И вот после 28-го числа в скором времени наш полк был выведен. Мы потеряли большое количество летчиков, как никогда большое. Самолетов еще больше потеряли. И мы были выведены на отдыхе переформирования. Отдых и переформирование заняло целую неделю. В начале сентября мы уехали и в конце сентября прибыли, но уже под Днепропетровск. Ну, а потом наступила непогода. Наши войска уже перебазировались на правый берег Днепра. Мы сидели западнее Днепропетровска и стали выполнять в очень плохую погоду полеты на разведку. На них аэродром, там, где они много самолетов, и летают. При подходе к этому аэродрому вижу самолет Фоке-Уль-189, который вроде заходит на посадку, что ли. Там чуть повыше облачность. Вообще видим, все плохое, сейчас будет аэродром. Я передаю Петя, значит, впереди рама, атакую, прикрывает. И мы открыли огонь одновременно. Моя очередь была удачной. По кабине, по двигателю он сразу полвитка, уже высоты нет, и в землю на краю аэродрома. А мой самолет тоже оказался подбит, успел он мне все-таки подбит. Начинает давать обороты между ног, пламя, мотор захлебывается, и тишина. Мотор остановился. Прыгать? Ну, куда прыгать? Тут же немцы, аэродром, рама эта сбитая. Лететь тоже нельзя, потому что приду, сажусь, прикрывая подбит. И произвожу посадку на живот, быстро отстегиваюсь, выскакиваю, бежать. Куда бежать? Тут хвосты немецких самолетов на аэродроме. Тут колонна автомашин, которую мы перед этим проштурмовали, так сходу, лишь бы проштурмовали. Там рама, там хата белая, это же Украина к этим хатам. На меня сильно горит одежда. Сбрасываю один унт, сбрасываю второй унт, сбрасываю меховые брюки и бегу. Понимаю, что далеко не убежишь. Вдруг слышал рев двигателя. Подумал сначала, что это немцы подняли свои самолеты, которые у них всегда дежурят на аэродроме. А потом слышу, что звук такой, как трактор, такой родной. Это лопятый, лопятый. Смотрю, выпустил шасси, но он садится и пропадает там за бугром. Потом смотрю, бежит. Он бежит так, что вот-вот сейчас. Я к нему подбегаю, но смотрю, он, видите, белый сидит. Мне не до этого. Показывает за спину. Я один-то подпомнил, у меня ничего нет, он пригнулся. Куда садиться? Садиться в кабину нельзя, центровку не позволяет. А у нас у хвоста небольшой такой люк, куда ставят аккумулятор. Но иногда туда может пролезть механик, там что-то сделать, аккумулятор поставить, что? Я, сорвав ногти, открываю этот самый лючок, просовываю голову, руки, за шпангоуты и ногами босыми. Стараюсь растолкать самолет. Мотор на полых оборотах работает. Он весь дрожит, потому что винт погнут. А там немцы еще. И вот, значит, через некоторое время, лишь бы не схватили за ноги, через некоторое время ноги стали отставать, тронулись. Это был страшный взлет. Самолет бегал по этой площадке, площадка неровная, рядом аэродром, он кончается там, где уже плохая площадка, вот там мы излетаем. То он разворачивается, меня бьет головой об одну стенку, то он разворачивается в другую сторону, меня вытягивает через люк, через это, но я держусь крепко. Через некоторое время все эти толчки кончаются, мы в воздухе. Я пролезаю там между тросами, значит, туда, ближе к его бронестеклу, сзади у нас бронестекло, он на меня смотрит, тоже видно, что я все не тот, какой был, но показывает на землю, в зеленых, мы уже отлетели от аэродрома, в зеленых немцы ходят, в зеленых шинелях, и так спокойно смотрят в воздух на нас, не стреляют, но он показывает на красную черту, на которую вышло уже, топлива нет уже, топливо кончается, надо к своим лететь, но я знал точнее, где мы, показал вправо, тут же наши ЗИС-5 появились, но можно падать у своих уже, но он все-таки дошел до своего аэродрома, сел, говорят, когда рулили, уже топливо кончилось, винт остановился, но я выскусил, отблагодарил Петю, конечно, прежде всего, когда меня вытащили оттуда, я не сам, я был обожжен и обморожен одновременно, ну вот, начальник штаба Калашников Николай Михайлович, подполковник, будущий генерал-лейтенант, начальник штаба военно-транспортной авиации после войны, никак не может понять, так кто из вас прилетел, я говорю, оба прилетели, ну как оба, один самолет, один, а прилетели оба, сейчас еду, подождите, но я уже не дождался, когда он приедет, у меня, значит, шот такое, тон закрутился, я темно стало, очнулся, она за мной, колдовали наши в России в госпитале, вот такой случай был у нас, в нашем пятом полку, вот такие ребята у нас были, а вот 9 мая, где вас застал этот, в общем, 9 мая, 2 мая нам сказали, полеты закончены, но дежурство остается, 8 числа утром к нам на аэродром приехал начальник корпуса, командир корпуса и командир нашей дивизии и поставили задачу на 8-е и 9-е, вдруг ночью, ну, так, примерно в час стрельба, мы сначала подумали, что это немцы тоже опять на аэродром зашли, потом слышим, все стреляют, и наши стреляют, оказывается, победа, подписаны 8-го числа вечером, в ночь, а это было вот так, никаких вылетов 9-го, конечно, уже не было, все кончилось. «Аватра» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok